Заговорить чужим голосом в онлайн игре, скайпе или другом мессенджере Сделать это помогут программы для изменения голоса, о них мы и поговорим в этом ролике Все программы мы условно разделили на три категории Простые утилиты с базовым набором инструментов, многофункциональные приложения и специализированные решения для скайп Открывают наш обзор утилиты с минимальным количеством функций Они не могут похвастаться большим набором инструментов, зато они полностью бесплатны Начнем с простой бесплатной утилиты Free Attack Voice Changer Ее задача — преобразование тональности и скорости воспроизведения звуковых файлов Весь функционал программы размещен в единственном окне, а обработать объект можно буквально в несколько кликов Шаг первый — загружаем аудиодорожку Второй — преобразовываем ее Третий — слушаем результат Если нас все устраивает, делаем четвертый шаг — импортируем работу в готовый файл в формате WAV С помощью этого приложения можно менять звучание не только голосовых файлов, но и полноценных песен Однако метод обработки звука ориентирован прежде всего на вокальные партии Это единственное приложение из обзора, не обрабатывающее голос в реальном времени Теперь рассмотрим программы для искажения голоса, работающие в реальном времени Знакомьтесь, Funny Voice — простенькое приложение, позволяющее обрабатывать звук с микрофона и транслировать его на колонки компьютера А вот воспроизвести голос в скайпе или играх не получится Регулировка тембра производится путем передвижения всего одного ползунка Фишка утилиты — возможность сохранения готовых работ в WAV-формате Место сохранения преобразованных объектов — рабочий стол Туда же можно перенести и исполнимый файл для запуска программы Следующая утилита с похожим названием и минималистским интерфейсом — Fake Voice После первого запуска программа предлагает выбрать активный микрофон, звук из которого будет преобразовываться В этом приложении уже два ползунка регулировки — длительность и сила искажения Также имеется два готовых эффекта — робот и эхо После установки программа Fake Voice создает виртуальное аудио-устройство Поэтому ее можно использовать для изменения голоса в мессенджерах или играх При желании его можно задать в качестве источника сигнала в интерфейсе других программ Переходим к многофункциональным решениям, для использования которых по истечении пробного периода необходимо приобрести лицензию Эти универсальные программы содержат различные голосовые пресеты, имеют интегрированный рекордер и инструменты для тонкой настройки звучания голоса Такие приложения можно использовать вместе с другими программами Часть из них специально разработана для мессенджеров и общения в играх Один из чемпионов по функционалу — программа Morph Vox Pro Это приложение открывает список универсальных программ Оно может работать в тандеме с софтом от разных разработчиков Подойдет для изменения голоса в игровых чатах Утилита содержит массу эффектов и позволяет тонко настраивать голосовые пресеты Из возможностей Morph Vox Pro отметим наличие интегрированного рекордера и функции Push-to-Talk Пробный период составляет 15 дней, стоимость лицензии — 40 долларов Существует и облегченная, бесплатная версия этого приложения с приставкой Junior Правда, в ней значительно меньше пресетов и нет функции записи преобразованного звука Раз уж мы заговорили о тяжелой артиллерии, обязательно следует упомянуть AV Voice Change Diamond Эта мощная утилита включает большое количество голосовых пресетов Имеет функции для компрессии и шумоподавления звука Позволяет точно редактировать звучание дорожек и поддерживает много аудиоформатов Кроме интеграции в Skype, эта программа может работать со сторонними приложениями, включая игры Преобразовывать и записывать звук в автономном режиме Например, обрабатывать уже готовые аудиозаписи Восхищаться возможностями программы можно до того момента, пока не узнаешь стоимость лицензии Целых 70 долларов Благо, у пользователя есть две недели для того, чтобы убедить себя в целесообразности покупки AV Voice Game Еще один продукт этого же разработчика Область применения этой программы чат-клиенты вроде Ventrilo, RaidCall, TeamSpeak или Discord А также интегрированные в игры голосовые мессенджеры Эта утилита может похвастаться неплохим набором пресетов голосов Имеет целых два инструмента для редактирования звучания Десятиполосный эквалайзер и двухосную панель Все диалоги можно записывать с помощью встроенного рекордера Кстати, прослушать дорожки можно не выходя из программы в интегрированном проигрывателе Геймеры лестно отзываются об утилите Из-за удобной реализации управления посредством горячих клавиш Стоимость лицензии 30 долларов Пробный период — неделя Voxel Voice Changer Эта программа совместима с другим софтом И включает множество шаблонов голосов От звонкой речи маленькой девочки до устрашающего хрипа пришельца Посмотрите на список пресетов в левой части приложения Он действительно немалый Утилита содержит аудиорекордер Позволяет выбирать устройство для предварительного прослушивания И может быстро переключаться между эффектами посредством горячих клавиш Из плюсов программы отметим лояльную политику лицензирования Если не использовать утилиту в коммерческих целях То нет необходимости покупать лицензию за 35 долларов А теперь рассмотрим несколько утилит, заточенных на работу с программой Skype Самое простое из так называемых Skype-осовместимых приложений — VoiceMaster В программе всего один ползунок для регулировки звучания А из дополнительных настроек функций — только поддержка прокси-сервера Не густо, зато бесплатно Программа CloneFish — настоящая находка для поклонников Skype Эта утилита — единственное приложение в подборке с интерфейсом на русском языке Список ее возможностей впечатляет Искажение голоса, запись диалогов, автоматический перевод сообщений на удобный язык С возможностью выбора сервиса переводчика Проверка орфографии, функция речевого синтеза, интегрированный чат-бот, наложение звуков И этот перечень далеко не полный При этом программа остается полностью бесплатной Единственный минус CloneFish — это поддержка всего одного клиента Очень жаль, ведь пользователям других мессенджеров функционал приложения точно бы пригодился Skype VoiceChanger — это специальный инструмент для работы в паре с мессенджером Интерфейс приложения нельзя назвать оригинальным Все функции распределены в горизонтальной полосе вклада Блок для просмотра статуса коннекта, контейнер эффектов, раздел для наложения звуков, функция речевого синтеза и рекордер Стоимость полной версии почти 30 долларов, пробный период — 2 недели Attack Skype VoiceChanger Эту утилиту часто путают с ее менее функциональной бесплатной версией Free Attack VoiceChanger Но в них нет ничего общего Skype-овский инструмент, в отличие от бесплатного приложения, способен преобразовывать голос в онлайн-режиме Имеет несколько голосовых шаблонов, может накладывать встроенные и загруженные сэмплы А также записывать диалоги Цена полной версии на уровне предложений от других разработчиков 30 долларов, время на ознакомление с функционалом — 14 дней Подведем итоги Для различных сценариев использования следует применять разные программы В качестве бесплатной преображалки голоса мы рекомендуем MorphVox В версии Junior Ее функционал в совокупности превосходит все остальные бесплатные решения Лучшая утилита для работы совместно со Skype — Clonefish Она обладает наибольшим количеством возможностей и при этом абсолютно бесплатно Наиболее универсальные утилиты — AV VoiceChanger Diamond и MorphVox Pro Их можно использовать в качестве многофункционального решения по принципу «все в одном» Признаемся, что подготовить подборку было не так просто Прежде чем рассказать вам о данном списке, мы протестировали множество разных приложений, часть из которых отмели из-за отсутствия поддержки современных операционных систем или наличия подозрительного кода Верим, что вы оцените наши старания лайком под видео И не забудьте подписаться на наш канал Загрузить и установить сразу несколько из рассмотренных или любых других программ вы можете с помощью приложения InstallPack До скорой встречи на канале Softabase Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...